В Судане был сбит грузовой самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, экипаж которого частично состоял из россиян. Об этом пишут суданские СМИ. Утверждается, что самолет Ил-76 был сбит в районе Малха. По одной из версий, на борту находилось оружие. Среди экипажа были граждане РФ и Кыргызстана. Точное количество пострадавших и погибших неизвестно, но обычный экипаж Ил-76 состоит из пяти человек. Ранее в российском посольстве в Судане подтвердили крушение грузового самолета с предположительно россиянами на борту. Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? В российском городе Тольятти по улицам курсирует буханка, которая через громкоговорители призывает жителей отправиться на войну в Украину. Это явно прорыв. Лучшую антирекламу спецабосрации трудно было придумать. Говорил о необходимости прорыва. Прорыв. 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 Брянский завод «Кремний-Л» прекратил работу после недавней атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба завода на официальном сайте. В сообщении говорится, что в результате ночной атаки БПЛА нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой. Прерваны технологические производственные цепочки, а рабочие устраняют последствия взрывов и пожаров. Директор завода пока не знает, когда предприятие возобновит работу. «Кремний-Л» выпускает более тысячи наименований изделий микроэлектронной техники. Почти вся продукция завода используется в оборонно-промышленном комплексе. Острая нехватка рабочей силы и, как один из результатов, быстро растущий спрос на сотрудников младше 18 лет. В первую очередь в сфере торговли и общепития. Например, в «Магните» число нанятых работников 16-17 лет за последний год увеличилось в 9 раз. Добровольный и безопасный труд в любом возрасте заслуживает уважения. Но вообще хотелось бы, чтобы государство создавало для подростков в первую очередь стимулы для учебы, а не для раннего выхода на рынок неквалифицированного труда. Безработица в России на рекордно низком уровне, а вот с получением зарплаты возникают сложности. Снова как в 90-е шахтеры в Кузбассе объявили голодовку из-за невыплат. На шахте «Инская» задолженность копится уже 4 месяца. Долг предприятия по зарплате составляет уже 46 миллионов рублей, а общие долги, в том числе по налогам, превышают 1 миллиард. Встреча с руководством не помогла, и шахтеры уведомили о начале голодовки. Они проводят ее на парковке у шахты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о невыплате зарплаты. При этом руководство просит шахтеров не прекращать добычу. Они ответили отказом, и дело не только в деньгах. Техника и механизмы шахты имеют критический уровень износа. Это просто опасно для жизни. Другая новость. Из России стали чаще выдворять мигрантов. За первые 6 месяцев этого года выдворено уже 86 тысяч человек. Это столько же, сколько за весь 2022 год. С февраля 2025 года полиция получит право высылать людей за некоторые административные нарушения, даже без решения суда. А во многих регионах действуют ограничения на работу мигрантов в такси. И обсуждаются запреты на работу в торговле, образовании и медицине. Все это происходит на фоне оттока рабочей силы из-за войны. Тем временем в некоторых детских садах начали проводить разговоры о важном. В начале октября эту идею поддержал Путин. И, разумеется, нашлись те, кто сразу побежал исполнять. Журналисты нашли более 100 постов в группах садиков о таких вот занятиях. Понедельник начинается с поднятия флага и исполнения гимна. Вот как это выглядит. Не хватает только портрета вождя. Дальше кто во что гораст. В Свердловской области детям устроили видеозвонок с участником войны в Украине. В Курске малышей собрали на чаепитие с ветераном Афгана. А в Оренбургской области сфотографировали с портретом губернатора-единороса Дениса Паслера в руках. Одновременно с этим детсадовцев принимают в Юнармию. В Ростовской области для детей повели воинскую часть на встречу с участниками войны. Там им подарили макет захваченного и уничтоженного Бахмута. Пока мероприятия Юнармии в детских садах не носят массовый характер. Но тенденция очевидна. Власть хочет заниматься идеологической обработкой россиян с самого маленького возраста. Кстати, по закону об образовании участие в любых общественных объединениях является добровольным. Вы имеете полное право не отдавать детей ни в движение первых, ни в Юнармию. Жители Оренбурга завещали Путину все свое имущество в случае их гибели из-за обрушения дома. Мы составили завещание, благодаря которому мы указываем, что все свое наследие, в том числе и культурное, мы завещаем нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу. Если случится какая-то трагедия, я думаю, там в Москве заинтересуются. Это не шутка, не поклонение Путину, а жест отчаяния. Люди пытаются хоть как-то привлечь внимание к состоянию своего дома. Он осыпается буквально у них на глазах. Вот так сейчас выглядит несущая стена. Но прокуратура не видит никаких нарушений. Встречи с чиновниками тоже не помогают. А в Тюменской области жители села Перевалово вышли на пикет против местных чиновников. Через поселок должна пройти новая трасса, а часть домов снесут. Из 50 человек, которые были на пикете, пятеро носили военную форму с медалями. Мужчины называли себя участниками войны в Украине. За справедливостью жители Перевалово обратились к новому полпреду по Уральскому федеральному округу Артему Жоге. Он ведь тоже герой так называемой СВО. Хоть активисты и не уведомляли чиновников о проведении пикета, во время мероприятия никого задерживать не стали. В Ангарске и Иркутской области местные власти бросили все силы на выполнение плана по вербовке новых военных. Судебные приставы проводят рейды по должникам и уговаривают их поехать на войну. Присоединились даже местные депутаты. Они раздали должникам листовки с призывом подписать контракт с Минобороны. А бывший вице-губернатор Белгородской области уже отправился на войну. После 1922 года Константин Полежаев отвечал за восстановление разрушенных войной Новой Товолжанки и Шебекина. В прошлом году его уволили, а затем задержали. Полежаева осудили за взятки. По версии следствия он получил откатов от строительных фирм на 18 миллионов рублей. А недавно 52-летний чиновник попросился на фронт и, конечно же, его отпустили. Но уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Субтитры создавал DimaTorzok